добрый день дорогие друзья с вами тарас березовец сегодня у нас 11 мая 2022 года сегодня поговорим о главной новости минувших суток о том что в россии начали массово уходить в отставку губернатора сразу 5 отставок было проанонсировано и как утверждают кремлевские источники это далеко не конец такое себе губернатора пад очевидно продлится и дальше в кремле все объясняют тем что это все дескать все плановое и меняем неэффективных на эффективных но есть и другие версии которая выдвигает эксперты и сми в частности о том что сами губернаторы бегут потому что боятся введенных против них западных санкций а путинский карточный домик власти начинает потихоньку рассыпаться на глазах кроме того путинская военная машина отстает от своего графика как минимум на две недели заявили в пентагоне ну а война скорее всего будет затягиваться так считает глава разведки соединенных штатов америки но перед тем как перейдем главным новостям давайте рассмотрим все-таки приятные сводки от генерального штаба вооруженных сил украины по российским военным потерям по состоянию на 11 мая и так общее количество уничтоженных российских военнослужащих уже составило 26 тысяч 350 человек или плюс 350 за сутки слышит тысячи российских военных оказались в плену уничтожено 199 самолетов 160 вертолетов или плюс два за минувшие сутки 1187 танков или сразу плюс 17 2856 бмп брдм или плюс 48 за минувшие сутки 528 артиллерийских систем или плюс 9 за сутки 87 средств по 185 систем реактивного залпового огня 1997 различного типа колесной техники или плюс 17 за сутки 12 кораблей и катеров и 390 оперативных бпл а или сразу плюс 10 за минувшие сутки но давайте сейчас рассмотрим новости которые касаются сроков окончания войны они безусловно интересуют всех они волнуют всех в первую очередь самих украинцев и так разведывательное сообщество сша которое объединяет напомню около 40 различного рода спецслужб считает что война в украине затягивается причем она будет переживать несколько период эскалации в самое ближайшее время об этом выступая в конгрессе на слушаниях завела директор национальной разведки соединенных штатов америки аврил хейнс об этом сообщает американский телеканал cnn она выступала во вторник перед сенатским комитетом по вооруженным силам и обрисовала достаточно мрачную и неясную картину которая будет касаться следующего этапа этой войны в украине по оценкам американской разведки которая озвучила аврил хейнс следующий этап этой войны предсказать весьма сложно поскольку путин сталкивается между несоответствием его амбиции и потенциалом а конвенциональных вооружений российской армии ситуация на местах добавила аврил хейнс может повысить вероятность того что президент путин пойдет на более решительные жесткие меры включая введение военного положения в россии переориентацию промышленного производства или даже потенциальную эскалацию военных действий при этом по оценкам американской разведки которая они просчитали вероятность использования путиным ядерного оружия включая нанесение тактического ядерного удара рассматривается как крайне маловероятная в свою очередь генерал-лейтенант скотт берриер глава разведывательного управления министерства обороны сша заявил что сша не ожидает что россия в ближайшее время сможет пойти на применение тактического либо иного вида ядерного оружия также в своих оценках глава американской разведки аврил хейнс заявила что путин естественно мыслит категориями которая распространяется далеко за пределы донбасса и несмотря на то что основная часть боевых действий сейчас ведется на юге и на востоке украины путин ближайшей перспективе помимо того что он хочет полностью взять под контроль весь донбасс то есть территорию луганской и донецкой областей также хочет расширить свою экспансию на юге потенциально добиваясь пробивания коридора в непризнанное приднестровье на территории молдовы однако для того чтобы идея с вот этом захватом прорубанием этого коридора на приднестровье в конечном итоге была реализована путину точно придется проводить либо частичную либо полную мобилизацию считают в американской разведки кроме того палата представитель конгресса сша уже приняла решение в ответ на обращение американского президента выделить украине дополнительно 40 миллиардов долларов на военную помощь ну ну скажем так неплохо на мягко говоря далее пентагон обнародовал еще один свой прогноз в котором сообщил о том что военные планы путина которые были разработаны генштабом отстают от графиком как минимум на полмесяца и это отставание началось фактически с первых дней вторжения 24 февраля об этом было заявлено на закрытом брифинге пентагоне для американских журналистов фамилия этого чиновника не называется но тем не менее дается здесь его прямая речь о том что путин продолжает наращивать силы и нести все больше и больше потери при этом возможности российской армии введения боевых действий уменьшаются постоянно в первую очередь это касается уменьшившейся возможности российских вооруженных сил в артиллерийских дуэлях ну понятно что после получения новейших систем западного образца немецких первую очередь американских британских путин не смог добиться ни одной из своих ключевых целей и даже взятие мариуполя полностью под свой контроль к 9 мая так осуществлено и не было на что обращают внимание в пентагоне он отстает на две недели заявил это высокопоставленный представитель пентагона на брифинге отсюда две недели от того на каких позициях он хотел быть на донбассе и на юге украины и непонятно каким образом ситуация будет развиваться дальше у нас нет абсолютно уверенности в дальнейших планах путина заявили в американском министерстве обороны но опять же с учетом скидки на то что заявляет американская разведка признаков подготовки к применению ядерного оружия нет что касается химического здесь нет никаких озвученных определенных прогнозов мы только знаем то что вероятность применения химического оружия оценивается тоже как достаточно низкая тем не менее мы понимаем что к примене этого оружия вооруженных силах украины как минимум готовятся поскольку ранее правительство украины запросила у западных союзников предоставить средства хим защиты сделано это было еще в середине апреля месяца но пока признаков применения омп оружие массового поражения западной разведки украинская разведка не фиксирует что касается главной новости это губернатора под который начался на россии сразу четыре губернатора ушли в отставку и 5 заявил о том что не будет продлять свои полномочия значит речь идет о губернаторах томской саратовской кировской области также республики мари-л которая синхронно вчера заявили о сложении губернаторских полномочий а глава аризонской области заявил о том что он не собирается перезабираться на следующий срок при этом выборы во всех этих значит областях федеральная запланированы на сентябрь нынешнего месяца значит ну какие версии сейчас выдвигают сми в первую очередь значит покинули свой пост губернатор томской области сергей жвачкин кроме того ушел на кировской области игорь васильев саратовской области валерий радаев губернатор республика мариэл александр евстифеев и вот значит рязанской области николай любимов заявил что перезабираться он не будет но многие кремлевские инсайдеры в частности тоже леонид невзгин связывают это в первую очередь с работой путинского консильери человека отвечающего за проведение выборов сергей кириенко он же кстати назначен назначен новым куратором так называемых народных республик донбасса донецкой и луганской областей киндер сюрприз как его называли хотя сейчас он выглядит так что он более напоминает персонажа сериала бандитский петербург по кличке череп помните был там такой подручные антибиотика который творил насчет все заказные убийства диверсии ликвидировал конкурентов занимался внутренними чистками так вот кириенко больше сейчас похож на этого самого черепа честно раз стал не знаю стремился он к этому были это произошло случайно но факт остается факт и вот значит этот самый череп кириенко на будем его так называть уже по-новому его погонял у сейчас занялся тем что начал губернаторские чистки хотя есть другая версия сми о том что губернатора на самом деле побежали сами поскольку не хотят страдать от западных санкций и не хотят нести ответственность почему потому что речь идет о том что сейчас кремль собирается переложить финансирование в новые оккупированных территорий с федерального бюджета переложить на губернаторские иными словами губернатор российских областей получат разнарядку сколько им нужно а принять у себя так называемые игры в кавычках беженцев с украины на самом деле большей частью обманом или насильно вывезены граждан украины в первую очередь детей которых россияне похитили киднеппинг был свыше 200 тысяч украинских детей это по их официальным данным вывезено на территорию российской федерации после 24 февраля и вот губернаторы сами не хотят нести ответственность поскольку денег нет прокормите свои свое население а тут на них еще повесят население днр лнр плюс тех украинцев которых насильно сейчас вывозят в саму россию еще еще раз повторю один очень важный мотив это желание избежит западных санкций поскольку понятно что в этой коррумпированной кормушки все эти губернаторы имеют огромные объекты собственности недвижимости не только в россии но и в европе очень часто они любили покупать мы знаем в таких прекрасных экзотических местах например как там италия французская ривьера монако во флориде в штатах в великобритании и тому подобное естественно естественно находясь в статусе российских чиновников они этой собственности могут защитной мере лишиться но на первоначальном этапе лишиться доступа к ней их просто не пустят а потом ее просто могут как у абрамовича просто тупо конфисковать и вот таким образом мы можем констатировать как факт уже точно что несмотря на все их заверения плановости момент выбран в любом случае был крайне неудачный это говорит о том что сейчас это выглядит как паническое бегство это выглядит как то что путинский карточный домик власти начинает буквальном смысле сыпаться рассыпаться она начинает сыпаться сыпаться поскольку мы понимаем здесь действует сюда и принцип домино посыпется все сначала с малого а потом пойдет дальше и дальше тем более что планов новых отставок не скрывают даже в самом кремле но они говорят что-то их плана на самом деле чей-то план мы прекрасно понимаем таким образом война путина в украине уже на третьем месяце привела к началу обрушение вот этой самой пирамиды путинской власти все это вертикаль хвален и начинает сыпаться пошли рози и трещинки она уже начинают вот так двигаться приходить движение а как только этот процесс начался уже первые камушки уже значит с вершины посыпались мы понимаем что дальше все это закончится неминуемым коллапсом развалом всей этой системы так кстати было именно таким образом разваливался советский союз понятно что это скорее пока мысль в будущее дома посылаем это желание но серьезнейшая проблема с которыми они столкнулись и которая череп кириенко не в состоянии решить то же самое касается и лднр то же самое касается оккупированных частей украинской территории которой череп сейчас начинает контролировать то есть невозможность решения всех этих проблем рано или поздно их приведет к осознанию того что сделать они по большому счету не могут ничего и никакого нужного эффекта добиться им в конечном итоге не удастся с учетом затягивания этой войны о чем я говорил в начале ролика по оценкам американской разведки все это будет заканчиваться дальнейшем высасыванием ресурсов как человеческих так и финансовых из российских регионов откуда будут забирать в первую очередь понятно не из федерального бюджета а у бедных регионалов таким образом бедные российские регионы будут становиться еще беднее беднее и беднее это согласитесь только малая оплата кармой которую российское государство и российское население должно заплатить за все преступления путина все те страшные военные преступления которые уже произошли и продолжают твориться на нашей украинской земле кстати вот накануне было опубликовано видео когда пытками электротоком выбивали признание у херсонца в том что он якобы мародерил забирал значит там какие-то продукты и вещи у российских солдат а он оказался как потом выяснили сми вообще кремле ботом любителям москвы любил ездить в россию на красную площадь фотографироваться вот так его матушка россия пришла от благодарила от благодарила током пытали до такой степени что у него носом уже пошла кровь вот видео появилось во многих сми в том числе на моем телеграм-канале заходите посмотрите по ссылке будем наблюдать друзья корица будем наблюдать и как говорится keep our fingers crossed до держим наши пальцы перекрещенными чтобы все так и закончилось спасибо за просмотр этого видео друзья обязательно лайкайте шерки комментируйте его и подпишитесь также на канал если оказались впервые совсем чуть-чуть нам остается до полумиллионного рубежа подписчиков полмиллиона это фантастика ребята это выглядит еще каких-то два месяца назад нас было на этом канале что около 250 тысяч сейчас у нас уже 500 будет ускорим процесс спасибо слава украине друзья слава сборным силам украины поменьше зарад побольше перемог все буду украина с вами был тарас брезовец до новых встреч пока пока